Так, друзья мои, приветствую. Чего ждать о цене биткоина в ближайшее время, в какие сделки планирую входить и как действую в рынке прямо сейчас. Смотрите, сегодня будет не совсем обычный обзор. Если обычно настроено очень позитивно к рынку, то сегодня внесу ложечку дегтя в тот оптимизм, который сейчас царит на рынке и покажу вам неочевидные факторы, на которые вы 100% не обращаете внимания. Поехали! Без долгих слов. Смотрите, для начала давайте быстренько пробежимся по технике и по тем факторам, на которые вы, скорее всего, уже обратили внимание без меня. У нас с вами сейчас, по сути, что происходит? У нас с вами был безоткатный рост порядка 30%, да, давайте мы с вами можем точно даже измерить, да, 32%, то есть от 27 до 35 тысяч долларов. И у нас не было с вами ни одной коррекции, то есть по всем законам жанра здесь просится какая-то более-менее адекватная коррекция и самым логичным уровнем для нее сейчас выступает 31-32 тысячи долларов. Локально мы с вами видим то, что у нас тренды вообще на всех таймфреймах восходящие от недельки до там часовика и 30-ти минутки, понятно, 5-ти минутку там, может быть, какие-то сейчас произошли движения, не будем смотреть. Но глобально, опять же, у нас картинка очень и очень позитивная. Соответственно, дальше у нас с вами формируется поджатие в треугольнике локальное и по-хорошему, ну, все мы знаем из технического анализа, да, треугольник это же фигурное продолжение вверх. Но, что если я вам скажу, что последние несколько треугольников вот здесь, да, например, они пробивались вниз, здесь был, по-моему, вот тут треугольник, который тоже сначала пробился вниз, здесь был треугольник, который сначала пробился вниз, потом полетел вверх. В общем, треугольники на битке, это история такая, либо вверх, либо вниз, я бы на них сильно не ставил. И в текущий момент я на самом деле на этот треугольник не сильно смотрю, я сейчас смотрю больше на здравый смысл и на логику. Логика мне подсказывает, что коррекция нужна, коррекция сейчас быть должна, плюс на рынок пришло очень много оптимизма. И сегодня мы будем с вами этот оптимизм немножко приглушать. Давайте сразу договоримся о том, что, вы знаете, это видео будет для вас очень полезным, поэтому поставьте под него лайк, поделитесь вашим мнением по крипте в комментариях, как минимум для того, чтобы поддержать канал, чтобы видео бустилось дальше. Во-вторых, мне крайне интересно почитать, что вы пишете, достаточно часто там есть интересные мысли. Итак, смотрите, теперь переходим к самому важному, что не видят люди, как по мне, в подавляющем большинстве случаев. Первое, разбираемся с вами. Нам нужно с вами открыть будет дневной, можно трехдневной, можно недельный график биткоина, и понять то, что мы сейчас с вами глобально последний год находились в зоне так называемого накопления. То есть у нас есть зона распределения, у нас есть зоны накопления. Опять же, у нас где-то здесь была зона накопления, где-то здесь была зона распределения. И, собственно, такими циклами двигается рынок. Дальше, что сейчас видят большая часть людей на графике? То, что у нас здесь был сильный уровень 30 тысяч долларов, то, что мы этот уровень пробили, по сути мы над ним закрепились, причем закрепились важно уже даже месячной свечой. Помните, я в прошлом обзоре говорю то, что закрепление над текущим уровнем свечой полнотелы, это будет очень позитивный бычий сигнал. И действительно, вот по технике, вот чисто по технике, сейчас с какого угла ни посмотри, ну просто все супер положительно. Мы пробили уровень над 200 мувингом на недельки, на дневки. Объемы нормальные, как бы в рынке хороший новостной фон, там скоро будет принятие ETF. И вот это то, что меня очень сильно напрягает. Вот меня... Давайте я сейчас переключусь на камеру. Вы знаете, те, кто смотрят там за мной год, может быть полтора, вы знаете то, что когда в рынке все очень хорошо, я начинаю очень сильно напрягаться, потому что это говорит нам о том, что где-то скоро что-то произойдет. То есть если сейчас мы видим то, что на графике нарисовали картинку, подвезли нам новостей, ну логично предположить, что скоро ждет нас что-то не очень хорошее. Плюс мы должны с вами понимать, что по сути новых денег в рынке сейчас не так много. ФРС, печатный станок еще не включал. И все вот эти вот положительные картинки, которые нам с вами рисуют, все вот эти положительные новости про ETF, которые нам с вами подвозят, ну их же кто-то зачем-то подвозит, и не явно для того, чтобы мы здесь с вами заработали. Вот, поэтому давайте будем копать глубже, давайте будем разбираться. Может ли быть сейчас у нас такая ситуация... Давайте я переключусь на дневной график, чтобы просто было нам поудобнее. Секунду. Может ли быть здесь такая ситуация, что просто вот нам взяли и нарисовали фейковый выход за уровень 30 тысяч, вот здесь, немножко корявенько нарисовал, вот за этот уровень 30 тысяч, просто чтобы здесь загнать всех в лонги. А почитайте, кстати, западные твиттеры. Посмотрите англоязычных блогеров, там просто все сошли с ума, и все залетели в лонги, и по битку, и по альтам, там просто царит настроение, типа покупай на все, закладывай хату, почку, тачку, жену, там просто покупай битки, летим ракета, тузымун, и все вот это вот. Да, кстати, друзья мои, первый момент, если вы посмотрели эту обложку, на которой будет написано время открывать шорты, открыли шорты, ректанулись по депозит, ну как бы это естественный отбор, без обид. Вот, второй важный момент, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочка на него находится под этим видео, я там более оперативно рассказываю про все новости из крипты, рассказываю про свои сделки. Плюс сегодня с вами, вообще-то, планирую поделиться своей стратегией, которую мы будем действовать в нашем закрытом клубе, вот. Она связана в первую очередь для людей, кто прям зарабатывает на крипте, да, то есть не лудоманией занимается, вот, а у кого там есть спотовые портфели и так далее. Для вас это будет крайне полезно, и в телеграме я, наверное, еще чуть больше про эту всю историю расскажу. Собственно, возвращаемся к нашей теме. Могли ли нам нарисовать с вами фейковый выход вверх, фейковые выходы там на 200-е мувинги, на дневки, на недельки, да везде? Конечно, могли от крипта, тут вам нарисуют все, что угодно, вот. При этом, при всем, если мы перейдем на график на Coinbase, да, мы видим то, что весь этот рост, он сопровождался понижением объемов, что как бы вообще ситуация не очень хорошая, учитывая, что Coinbase это крупная биржа, это одна из самых ликвидных бирж, и если на Coinbase снижаются объемы торгов, ну, это говорит о том, что просто очень много участников с рынка выходит, да, и интерес к активу снижается. Это первый звоночек, на который, я не помню, мы обращали с вами внимание в прошлых обзорах или нет. Следующий звоночек, давайте будем разбирать. Это фандинг. Как вы знаете, я периодически на него поглядываю, и сейчас он меня очень сильно напрягает. Смотрите, давайте я поближе сделаю. На Binance фандинг 0.01, на OKX 0.02, на Bybit 0.31. Да, кстати, друзья мои, раз уж мы заговорили про Bybit, не могу не сделать рекламную интеграцию. Если вы еще нет аккаунта на Bybit, регистрируете по нашим ссылкам под этим видео, там вы получаете замечательные бонусы за 30 тысяч долларов, от нас торговый чат, курс по техническому анализу, и, собственно, торгуйте с кафем на Bybit, никаких санкций, удобный торговый терминал. Плюс, плюс, у нас там есть, господи, что у нас там есть? Короче, у нас бонусы для вас есть, да, бонусы для вас есть, а инструкции, вот сейчас, инструкции есть под видео. Если вы вдруг Bybit еще не умеете пользоваться, все есть под видео. Собственно, возвращаемся к фандингу, вот там, на BitGate, в общем, на всех биржах фандинг положительный, где-то более перегретый, где-то менее перегретый, но, так или иначе, и по эфиру, и по битку народ стоит в лонгах. Так, окей, мы сейчас с вами по всем индикаторам перекуплены, да, мы перекуплены с вами по всем индикаторам, и по RSI, там, и по Магдиду, любой индикатор откройте, мы везде с вами стоим в зоне перекупленности. При этом, при всем, народ лонгует, даже не ожидая какого-то отката, и с большой долей вероятности лонгуют это ритейл-трейдеры, потому что, ну, еще раз, посмотрите сейчас, насколько оптимистично все настроены вокруг. Да, даже я настроен достаточно оптимистично, потому что, естественно, когда ты смотришь на график и торгуешь только по графику, все это смотрит в лонг. И я вам больше скажу, несмотря на то, что мы обсудим с вами в этом обзоре, я вам уже говорил, да, поставьте под него лайк, там, все такое прочее, потому что это действительно важно для продвижения этого видео. Несмотря на то, что я вам сейчас скажу какие-то негативные звоночки, я все равно не буду открывать шорт. Вот, я вам скажу, что я буду делать в конце этого видео, но шорт открывать я не буду, потому что, ну, открывать шорты на зеленой палке, это какая-то очень сомнительная история, которая попахивает какими-то неприятными последствиями, скажем так, мягко. Вот, поэтому, смотрите, история здесь какая. Если мы с вами понимаем, то, что большая часть людей стоит в лонгах, на фьючах, и фандинг у нас положительный, значит, есть некто, кто продает им, и при этом при всем держит цену на месте, да, то есть у нас же фандинг положительный, то есть народ стоит в лонгах, при этом при всем роста нет. И мы понимаем то, что, ну, с текущих отметок на таком фандинге, ну, не дадут всем дальше поехать на лонгах, то есть некого в рынке выносить, чтобы сейчас, ну, соответственно, сделать даже какое-то сквизовое движение вверх. И это та логика, которая мне сейчас кажется очень правильной именно на текущий момент. Так. Плюс. Смотрите еще, какой важный момент я хочу вам показать. У нас с вами сейчас сформировался очень такой уровень неплохой, в районе 34 700, 34 800, плюс-минус, да, вот видите, он здесь у нас прям очень хорошо его видно. И вы видите, как сюда закидывают свечи, то есть закинули, давайте я кисточку возьму, чтобы было видно получше, кисточку закину, возьму, закинули с тенью, откатили, закинули, откатили, закинули, резко откатили, то есть здесь сидит, судя по всему, хорошая лимитная заявка, которая цену от этого уровня быстренько толкает вниз. И есть у меня предположение такое, учитывая, опять же, то, что мы видим падение объемов, то, что мы видим хороший такой фандинг положительно лонговый, то, что кто-то здесь неплохо так напихивает людям сейчас битки именно по текущей цене. Потому что особенно на западном рынке сейчас царит эйфория. Еще раз, зайдите в западные твиттеры, зайдите в западные ютубы, вы охерейте от того, что там происходит. Там уже тузумун, ракета, мы летим на 100 тысяч долларов. И когда мы смотрим на все это, мы думаем, ну, типа, открывать шорт на зеленые палки – это бред. Лонговать с текущих, ну, тоже уже не хочется, потому что слишком много индикаторов за то, что будет откат. Как бы и здравый смысл то, что у нас был 30% безоткатный рост, и слишком высокий фандинг, и индикаторы. Ну, то есть все нам говорит за то, что должен быть откат. Какие сейчас я вижу стратегии для себя, и как я буду действовать? Смотрите. Я сейчас буду действовать через хеджирование, через опционы. То есть, допустим, у вас есть спотовые, лонговые позиции, вы покупали их там по 16, по 20, по 25 тысяч долларов, может быть. Надеюсь, по 34 не покупали. И вы сейчас сидите и думаете, вот я сижу и думаю, да, типа, продавать или не продавать, потому что цели мои по битку еще не достигнут, и я не хочу сейчас фиксировать прибыль. Но в то же время я не хочу, чтобы меня снова свозили на 25, потому что я же могу уже зафиксировать прибыль. Что я буду делать? Я буду покупать опционы. Соответственно, я это уже сделал. Вот. Опционы, это будут типа ПУД со страйком на 30 тысяч, и дальше вы уже там сами разберетесь. Просто я вам сейчас рассказываю, как я хеджирую свои риски. Что я делаю? По сути, я за очень небольшие деньги, потому что опционы типа ПУД сейчас стоят очень недорого. Опционы, кстати, есть на Байбите, на других биржах, по-моему, вообще их нет. Не могу ошибаться, может быть, это еще есть, но на Байбите они есть 100%, потому что я торгую только на Байбите. И напоминаю вам, что ссылка на Байбит со всеми бонусами до 30 тысяч долларов торговыми чатами, там, лояльной поддержкой от нас, с помощью в решении вопросов и так далее находится по ссылке под этим видео. Собственно, я открываю опционы и тем самым хеджирую свои спотовые позиции. То есть я за маленькие деньги достаточно покупаю себе страховку на случай того, что мы сейчас с вами, это был действительно какой-то лужниковый пробой, и мы сейчас с вами возьмем, давайте, где тут моя кисточка и дневной график, чтобы поэпичнее было. Возьмем, да, и, например, пойдем, ну, типа вот куда-то вот сюда, а потом поконсолидируемся и еще куда-то вот сюда. Ну, не знаю, там сейчас какой-нибудь бинанс скоманут, или какой-нибудь банк в Америке рухнет, или там стейблкоин какой-то обвалится, или еще что-то. Я не знаю, что может произойти. Но, когда происходит такая эйфория, когда везде положительный новостной фон и очень хороший фандинг, очень высокий, точнее, фандинг хороший, высокий, это все меня крайне сильно настораживает. Еще меня настораживает то, что я не вижу, что у меня работает микрофон. Так, микрофон у меня вроде бы работает. Буду надеяться, что звук будет хороший. Так, кстати, друзья мои, вижу ваши комментарии касательно звука. Уже заказал себе топовый микрофон Shure, вот это Rode. Раньше работал хорошо, сейчас что-то с ним произошло. В общем, ваши комментарии по поводу звука учтены. Буквально через... Сегодня у нас какое? 1 октября. 3 октября мне придет весь мой сетап новый микрофонный. Поэтому очень скоро у нас будет просто топовый звук с самым топовым микрофоном. Но я не знаю, мне кажется, лучше уже, лучше, чем Shure SMB7. По-моему, нет микрофона. Может быть, только какой-нибудь союз говорят еще лучше, но мне союз как бы в антураж не очень вписывается. Вот, поэтому, если нам сейчас исполнить какую-то такую историю, я, соответственно, как сейчас делаю? Я покупаю опцион до ноября на 30 тысяч долларов и потом, соответственно, если что, докуплю еще на месяц до декабря. Тем самым я сейчас не буду выходить из битка. То есть я буду точно так же продолжать держать свои спотовые позиции. Но если мы исполняем сценарий, в котором нас вот так вот просто беспорядочно везут вниз, да хоть на 16 тысяч, ну, соответственно, мне опцион покрывает все мои потери. Вот, потому что на спотовом портфеле у меня большая часть это битки и эфиры. Моя стратегия состоит в том, чтобы держать большую часть именно битка и эфира, поскольку альты, ну, понятно, там на альтах будут тоже какие-то потери, но они будут не такие существенные именно в процентном соотношении портфеля. Вот, потому что вы же понимаете, ну, там, если ты держишь альты, там, типа, на 10-15%, ну, хорошо, они там просадятся еще на 50%, но будет у тебя общая просадка по портфелю, там, не знаю сколько, ну, пусть даже 10%, ну, не критично. Вот, а если битоку катают на 20%, ну, это будет уже крайне неприятно. Вот для меня это будет реально крайне неприятно. Плюс есть еще там какие-то среднесрочные ланги и так далее. Вот, поэтому история здесь какая? История здесь такая, что нужно подумать сейчас о своих рисках. И это видео, как вы могли заметить, оно не столько у нас там с какими-то графиками, что типа треугольник, прямоугольник и так далее. Это все было в прошлых видео. Я все еще настроен очень позитивно. Посмотрите мои прошлые ролики, обзоры вот на ютубе. Я всех этих мыслей все еще придерживаюсь. Я все еще против того, чтобы открывать шарты на маржиналке с текущих. Но, если у вас сейчас нет позиций, можно просто посидеть на самом деле. Можно просто посидеть, подождать, да, кстати, давайте про альты. Я вам давно уже обещал с вами разобрать альты. Смотрите, вот у меня есть, я там, по-моему, в Телеграме тоже как-то публиковал, у меня есть список альтов, на которых я торгую краткосрочно. Это там всякие ПП, Бонд, который вот, кстати, да, видите, прям сегодня у меня отлетел по стопу. Там GFT, на Кибере вот мы забрали, очень хороший лонг, вот эту всю палку забрали, потом здесь закрылись прибыли, и, соответственно, он отлетел вниз. Дальше что там? На флоках что-то забирали, на Биг Тайме, на Биг Тайме в безубыток выходили. Ну, в общем-то, вы видите, да, вот примерно этот список, это то, что я планирую в ближайшее время лонговать, если у нас будет какой-то откат по рынку, потому что по текущим отметкам мне заходить, ну, не очень хочется. Не очень хочется, как будто в рынке сидит какой-то хороший продавец, который, во-первых, не пускает биток выше, да, и мы с вами это очень неплохо видим по графику, и, естественно, если у нас сейчас биток отъедет, там, типа, да даже на 30-ку он отъедет, альты тоже отъедут. Если, что я буду делать, если мы придем все-таки в 31-32 тысячи долларов, буду ли я лонговать? Скорее всего, да. Вот, потому что, объясню вам логику, то есть, опять же, там, переоди, вот, правда, читаю ваши комментарии, там, кто-то пишет, ой, да что ты там, да что ты там, ты скажи, там, какую кнопку жать, лонг, шорт, что купить, что продать, как бы, рынок так не работает. Вот, поймите, это главный момент, то, что рынок, это всегда история с вероятностями, это умение работать со своим депозитом, это умение считать риски в обе стороны, и это такая очень интересная игра, то есть, ну, понятно, к ней не стоит относиться как к игре, потому что здесь все-таки у нас все завязано на деньги, да, и можно наиграться так, что действительно остаться в не очень хорошем положении, но, в какой-то степени нужно относиться к этому чуть легче и продумывать все ходы наперед. Так, конечно, если вы торгуете там со 100 долларами, ну, это смешно, если вы планируете что-то там со 100 долларов сделать, потренироваться можно, потренироваться можно, я ничего не говорю, я вообще считаю, что если вы там новичок в рынке, со 100 долларами тренироваться самое оно, но реально что-то заработать, прям, ну, Я таких историй не знаю, вот реально не знаю. То есть для того, чтобы нормально торговать, нужен нормальный депозит. Соответственно, почему я буду лонговать даже при подходе к 31 тысяче долларов, имеется в виду набирать именно маржинальные фьючерсные позиции на лонг, несмотря на то, что да, у нас есть фандинг, у нас есть падение объемов, у нас тут есть какой-то слишком положительный новостной фон. Все очень просто. Я, когда работаю именно на фьючах, на маржинальную торговлю, я смотрю чисто на график. То есть меня здесь не интересует особо там какой-то новостной фон, настроение и так далее. Я смотрю на график. Графики я открываю дневку. У меня здесь график мне что говорит? То, что на 31 тысяче есть, соответственно, хороший понятный сетап. Это не говорит о том, что я буду держать его до 20 тысяч в убытке. Это говорит о том, что я здесь его открываю, куда-нибудь сюда, например, ставлю стоп. Ну, либо где там будет он какой-то логический и адекватный более-менее. Выбивает меня по стопу. Ну, хорошо, это еще один стоп, там, полпроцента, процент от депозита. Ни на что не влияет. Можно еще раз захеджироваться. Можно захеджироваться фьючами, можно захеджироваться опционами. Соответственно, я для себя принял решение захеджироваться опционами. Мне оно видится здесь более логичным. Если же вы торгуете там какие-то краткосрочные сделки, да, но на лонги, на альтах хотите их захеджировать, можно захеджироваться на фьючах. Но я принял для себя решение ахеджироваться именно через опционы. Так, друзья мои, посмотрю я, что я вам еще хотел сегодня сказать. Пока я смотрю, не забывайте поставить лайк под это видео. Мне кажется, оно получилось для вас, должно было получиться для вас достаточно интересным. Достаточно интересным. Так, давайте про доминацию биткоина мы потом поговорим. Про альтсезон. Смотрите, еще одна, кстати, причина, почему мне видится то, что с текущих биток пойдет куда-то пониже, это отсутствие как такового альтсезона. Да, у нас подросли альты, да, у нас подрос там Аптос, Атом, еще что-то. Но, по сути, это ни о чем. То есть для столь низкокапитализированных проектов рост там на 25-27%, ну это ни о чем. При том, что сегодня биток стоит на месте, а их уже подсливают. Да, сегодня, кстати, у нас еще заседание ФРС 21.00, там будет решение поставки. И я думаю, что, опять же, будет больше понимания того, как вообще действовать в сложившейся ситуации. Ну что, друзья мои, давайте, ваше мнение пишите в комментариях. Жду ваш лайк под этим видео. Ну и увидимся в Телеграме. В Телеграм-канал подписывайтесь, там будут все самые актуальные новости. До скорых встреч.